Всем привет! Сегодня воскресенье, я не помню какое число, какое-то 25-е, как-то так, может быть, 26-е. В эту субботу, короче, я попала в больницу, пришлось вызвать скорую. Я думаю, из названия вы поняли, о чём пойдёт речь. Я не хочу, чтобы это выглядело так, что мне там все должны и все обязаны, но я считаю, если вы врач, вы не какой-то сапожник, вы не какой-то продавец в магазине, вы врач, то вы должны выполнять свою работу нормально. Суть в том, что у меня гастрит. Гастрит у меня уже давно. Диагноз мне поставили лет 5, а то и больше, наверное, назад. И я с этим гастритом живу уже долгое время. Я знаю, многие говорят, о, это с гастритом, господи, это так же, как и с протрузией живут люди, так же, как и с поломанными ногами. Я не плачусь, я ничего такого, я говорю просто по факту, чтобы было понятно, да, предыстория, так сказать. Гастрит у меня, когда обнаружили, короче, когда поставили конкретно уже диагноз, у меня был уже на стадии практически язвы. Поэтому мне прописали там уколы, лекарства, диету, и я на тот момент еще курила, я перестала курить, я перестала пить, занялась спортом, питанием, я занялась своим здоровьем, своей жизнью. И, соответственно, это какие-то плоды давало, но все равно периодически раз-два в месяц вот стабильно у меня болел гастрит. Причем боли были такие адские, что ты просто лезешь на стену. Время от времени, да, бывали боли незначительные, просто как несварение желудка, просто как болит, как бы там, не знаю, какие-нибудь колики, что-нибудь такое, знаете, незначительное. Но бывали такие боли, от которых ты просто умираешь. Именно умираешь в буквальном смысле, тебя кидает в жар, тебя трусит. Также случилось в эту субботу, когда я просто поела поздно, я просто высекла такую фишку в своем организме, что, допустим, вот у меня сейчас на данный момент чувство голода, я хочу кушать, нужно сразу есть. Не готовить там только, не идти в магазин, ничего, нужно сразу есть, по факту. Но если я это делаю позже, то, соответственно, у меня может возникнуть воспаление моего гастрита, и он может начать болеть. Бывают, как бы, обычная боль, бывает, начинается с малой и по возрастающей, разные боли бывают. Вот в субботу были возрастающие боли, причем около трех часов дня у меня начал болеть гастрит. И у меня гастрит не желудка, у меня гастрит кишки, и боли у меня в грудной клетке, отдающие в спину, в мою больную спину. Из неприятного это потеря сознания, холод, жар, в который меня бросало периодически. Также я бледная была, мне было очень больно настолько, что я сначала, когда были незначительные боли, лягла, у меня такой упадок сил сразу, моментально. Может быть, пониженное давление стало, я не знаю. Ну, короче, наверное, организм не мог с этим бороться как-то, и, соответственно, вся моя жизненная энергия была высосана через вот эту болячку. И мне сразу захотелось спать. Я легла, думала, ну, немножко полежу, а потом, может, усну. У меня бывало такое, что я ложилась, полежала, уснула, потом просыпалась, и все окей. Но не в этот раз. В этот раз у меня просто жуткие боли начались, я проснулась, я даже не спала, я просто так в дреме каком-то находилась. Я не могла лежать, даже с подогнутыми ногами, я не могла ходить, я могла только сидеть вот так вот, вот так, и стонать, и умирающие какие-то звуки издавать, и все остальное. Я ничего другого больше не могла, я даже говорить не могла. Парень со мной разговаривал, он меня жалеть пытался, но у меня настолько болела спина, потому что боль отдавала очень в спину, и я просто не могла. Я просто умирала, вот реально умирала, и все. После чего мне стало еще хуже, до этого меня в жар бросало, потом просто холодно стало. Я вообще не могла ничего сказать, я теряла сознание. Парень решил вызвать скорую. Я не хотела, я просто знала, что мне там не помогут, вот и все. Я знаю это, я знала, и, ну, как бы здесь уже просто, понимаете, он ничего не может сделать, и я как бы страдаю, ему жалко, и он принял такое решение. Не скажу, что это прям правильное решение, но оно имеет место быть, и, может быть, это действительно и правильное решение было. Мы хотя бы узнали, что, как, куда. Суть в том, что, вызывая скорую, он столкнулся просто с неприязнью, он столкнулся с невежеством. Это просто, понимаете, вот, как бы, скорая нужна срочно. Мы понимаем, что от них требуют, у них все вот так вот положено, ну, знаете, иногда она положена, наложена бывает. Как бы, если срочно нужно, то, мне кажется, вызовите вы уже врачей, скорую, да, привезите пациента, а там уже расспрашивайте, записывайте, что вы хотите. Ну, лично я так думаю. Как бы, адрес спрашивают, фамилия, а год рождения, а то, а сё, господи. Такое ощущение, как будто я на работу устраиваюсь, вот ей-богу. Когда приехала уже скорая, благо, приехала быстро, я оделась, всё, как бы, мы подготовились к тому, что мы будем ехать. Но не тут-то было. Я, как бы, парню говорила, что меня будут ещё сейчас здесь обследовать, сразу они никуда не везут. Ну, так и случилось. Приехал врач, он начал, там, измерять давление, начал прослушивать и вопросы задавать всякие разные. Я, в принципе, в этом ничего плохого не вижу. Это их скандартная схема. В общем, я на всё ответила, всё рассказала. Сказала, что гастрит, там, спиной проблемы, там, то да сё. Все симптомы рассказала, всё, вот, вплоть до мелочей. На что мне человек говорит, ну, а что я могу сделать? Я говорю, ну, мы вызвали врача, как бы. Он начал до этого ещё спорить с парнем, как бы, парень ему объясняет, что давайте в больницу нас отвезёте. Он, зачем в больницу, если я могу сделать укол? Он говорит, мы не хотим укол. И они вот начали спорить. Сначала парня, как бы, успокаивалось, чтобы он с ним не заводился. Но потом просто сама уже не выдержала. И говорю, вы издеваетесь? Мы врачей для чего вызываем? Чтобы они нам помогли, чтобы они вылечили, там, облегчили нам страдания какие-то, да, или ещё что-то. Либо мы вот хотим в больницу. Говорю, вы мне какой-то укол рекомендуете? Говорю, я не знаю, что это за укол. Что это, как это, вы не объясняете. Обезболивающе. Что оно обезболит? Голову мне обезболит? Я не знаю, руку, там, ещё что-то. Оно конкретно именно вот от гастрита или что? Что это? Что это? На что человек просто ничего не отвечает. Он язвит, сидит, он выпендривается, деловито себя ведёт, вот это вот вызывающее. И я просто сказала, что, блин, как-то странно. Говорю, вы учитесь для этого. Как бы, у вас медицинское образование. Говорю, или мне нужно пойти просто вот отучиться и самой себе ставить диагнозы. Для чего вы тогда, говорю? Ну, в общем, короче, на этом мы закончили. Я просто сказала, что давайте не будем просто пререкаться, а будем каждый делать своё дело. Вот и всё. Начал всё записывать. Парень говорит, вот, как бы, может, вы запишите в больнице или по дороге, пока мы будем ехать, потому что, ну, плохо просто очень. Мне на тот момент было плохо. И когда уже он записал, когда он там мне сделал кардиограмму ещё, когда вот это вот всё, понимаете, всё сделано настолько медленно для того, чтобы, а вот сейчас пройдёт. А вдруг она пукнуть хотела, как бы у неё там где-то что-то кольнуло, заболело. Ну, сейчас вот пропердится тут, как бы, и мы вот поедем домой или там на работу дальше спать в машине. Пока вот эта вот всякая недель, пока он там всё это делал, у меня уже более-менее боли начали затихать. У меня уже не было вот этой тряски. Меня трясло просто до такой степени, что, ну, что уж тут говорить, если я одета была, я не знаю, на мне столько вещей было, и меня морозило, и мне не помогало это никак. И я реально думала, что я умираю, ну, как бы, кому вообще это надо? Кому? Мне только, мне одной нужно моё здоровье. У нас за людей никто не переживает. Ну, как бы, сели, поехали, ещё он поехал в объезд, как бы, зачем? Зачем спешить? Куда спешить? Тем более это было час-два ночи. Ещё, боже, машина вся холодная, сесть невозможно, я сажусь, я одета была, и всё равно все сидушки холодные, невозможно, ну, короче, ужас какой-то. Я говорю, а там у них койка, и я говорю парню, а если бы мне нужно было ложиться, и вдруг бы я была бы, ну, там, полураздетая, да, машина просто холодная, как, как, я не знаю где, как в подвале каком-то. Мы приехали в больницу, нас завели к врачу, врач просто не спешил, пока я сидела, ждала, его разбудили, причём мы пришли туда, пустая больница, ну, это и понятно, ночь как бы на дворе, но все спят, все врачи спят, я ничего не говорю. Но у меня вот было впечатление такое, как будто я на заводе, на заводе все так же, ну, не все, конечно, но большая часть людей дрыхнет, просто дрыхнет. Причём, знаете, у нас было так, что если где-то кто-то там какие-то эти самые, то ты вжиг и просыпался, а тут не спеша, зачем, кто тут, тут кто-то пришёл, что ли, кому-то что-то, чего вы приехали, он мне так и сказал. Он вышел, понимаете, первое, что он мне сказал, что у вас, что вы прям вот срочно вам надо было, понимаете? И я просто в шоке с врачей, особенно с хирурга, да и вообще со скорой самой больницы номер 3 по Воронежу, которая находится на заставе, я буду искать, чтобы написать на них жалобу. Я всегда спускала такое поведение, отношение к себе, к другим людям, всем, но не в этот раз. Мне надоело, мне просто надоело, я постараюсь вот всё, что в моих силах, просто сделать, чтобы люди об этом узнали, чтобы, может быть, президент об этом узнал, глава нашего, там, я не знаю, города. Жалко, у меня фотографий нет, но если я в интернете найду, то обязательно я где-нибудь буду ещё об этом писать. Я объяснила, что у меня, на тот момент у меня также были боли, не такие уже сильные, но всё равно они были, и я ещё в таком затуманенном состоянии была. У меня было предобморочное состояние, поэтому пока я там пришла в чувство, короче, я объяснила всё, что нужно, спокойно, нормально, без ничего. Я обычно редко, когда спорю. У меня спрашивали одно и то же по 250 раз. Может быть, для того, чтобы я где-то ошиблюсь, ага, а у вас же всё нормально, чего вы? Так мне так и говорили, дело в том, что, понимаете, я объясняю, что у меня жуткие боли были, я, говорю, теряла сознание. В общем, всё это объясняю, вообще, вообще пустота в глазах, в лице, не нужно сострадание, вы хотя бы займитесь делом. Причём потом он там с психу начал, сейчас кишку будете глотать. И я говорю, да, давайте буду. Я уже на всё согласилась, на те даже анализы, которые я не люблю, не хочу, я ненавижу больницы, но тем не менее, блядь, к вам приехала, и такое отношение. Я сдала анализы, прошла УЗИ, кишку сказал, нельзя глотать, потому что у нас был до этого пациент с гепатитом С, и аппарат обрабатывается до самого утра, до 7, до 8. Ну, я так понимаю, врач тут просто спал, или его не добудились, или, в общем, он закрылся, его не дозвались, в общем, как-то так, потому что там вся больница дрыхла. Еле-еле разбудили УЗИста, который вышел, как сонная муха, понимаете, у меня боли, мне больно там, да, кого ебёт вообще чужое горе, если вот как бы я спал, какого хера вы припёрлись, мне так и говорили. Пришёл, открыл, всё, поводил там, что-то сделал, причём начал писать всё потом, и мне вообще ни слова, понимаете, мы сами, врачи, всё разберёмся. Пока я вопрос не задала, говорю, а что у меня, есть там что-то или нет? Нет, всё нормально. Отдала все свои анализы этому врачу, который меня принимал, как бы померяли ещё давление, пощупали живот, и начали снова расспросы, куча расспросов тех же самых, что у меня болит, где болит, куда, зачем, мне казалось, что у него просто вот кратковременная память, как у голубя. Одно и то же по 250 раз спрашивается, когда он не первый раз спрашивал у меня, что, как бы, во сколько у вас начались боли в желудке, там, ваш гастрит, когда начал болеть. Я говорю, да в районе 4-х, там, 3-х часов, говорю, но боли были не сильные. А что вы не приехали в это время? Типа, что вы ночью приехали? Как бы, что вас всех прёт ночью? Я говорю, у меня до этого не так сильно всё болело, потом просто у меня началась вот сильная боль, вплоть до потери сознания, говорю, что непонятно, я говорю, уже не первый раз вам объясняю это всё. Что-то писал, писал там, по анализам мне объяснил, что, где у меня там все анализы шикарные, всё идеально, типа, ну, у вас же гастрит, что вы хотели. От уколов вы отказались, кишку глотать вы не можете, потому что у нас аппарат занят. Я уже согласилась, всё, как бы, кишку буду глотать у себя здесь в больнице, он мне выписывает справку, ну, назначение врачу, переписывает все мои данные, ну, анализы и всё остальное. И при этом он мне заявляет, в следующий раз по пустякам прошу скорую не вызывать. Я в этот момент просто охуела. Я просто сижу такая, говорю, я по пустякам не вызываю скорую. Я говорю, я таблеток даже не пью, потому что я боль переживаю, вот как она есть. Потому что мне таблетки не помогали, ни одни, никакие, какие бы мне ни прописывали. Я всё всегда переживаю сама. Говорю, это первый раз, когда я вызвала скорую, потому что я была просто в ужасном состоянии. Говорю, мне было просто хреново. Просто очень хреново, чтобы вы понимали. На что он просто... И всё, и псих он начал там заполнять вот эту бумажку мою. Я думала, он продавит ручкой этот лист и стол продерёт. И нужно же что-то на эмоциях же сказать и что-то это самое. Но вылилось всё в то, что просто когда он мне написал эту бумажку, он начал мне объяснять всё дословно, что там написано, хотя и так всё понятно. Ну ладно, я стояла, тихо, мирно слушала и без никаких претензий вообще к людям. Понимаете, я такое ощущение, как будто пришла домой к кому-то. Вот домой, знаете, как вот непрошенные гости. И вы видите по их рожам, что вас как бы уже не желают. Как бы идите уже домой, что ли. Или что вы пришли, когда вы уйдёте. И всё в таком духе. Акцент ещё был поставлен на то. Ну вы же такая вот барышня сейчас в невадеквате. Как бы такая вот недоверчивая вся. Вот я вам всё разжёвываю. Говорю, я вас слушаю. Как бы, понимаете, вот такое бестактное поведение. Вот такое низкое вообще, мне кажется, поведение для врача. Какого хуя вы себя так ведёте? Во-первых, кто вам позволял? Во-вторых, это ваша работа. Извините меня, когда вы, вы же, ёбаный врач, приходите в обувной магазин и меряете обувь. И вам не подходит какой-то размер. Да, вы просите продавца, чтобы он вам принёс следующий размер. Он же вам не говорит, что, а что вы хотели? У вас такая нога. И как бы начинает вот это всё мусолить, мусолить и не помогает вам. Просто не помогает. Что вы сделаете? Жаловаться начнёте, орать, обострёте его. Будете делать всё, лишь бы только сделать плохо этому человеку. Они считают, что они отучились там или, я не знаю, купили эти свои документы об образовании. И всё, всё, я царь. Если вы учитесь в мед для того, чтобы на пенсию, да, типа на будущее, либо просто, что там укромно, или меня тётя-дядя устроит, и я буду в шоколаде, то лучше не учитесь. Таких там полным-полно. Хочется видеть специалиста, к которому ты приходишь, он тебе по полочкам, блядь, всё разъясняет. Он тебе помогает, вылечивает тебя, может быть, я не знаю, назначает тебе что-то. Одно, третье, десятое. Пусть я буду даже каждый день туда ходить, ну, чтобы я видела хоть какие-то результаты. Они вот вокруг-то, около, всё, блядь, тянут эту резину и тянут. Никакого эффекта. Поэтому я ненавижу больницы, поэтому я ненавижу вас, долбанных врачей. Потому что сколько можно изводить людей, если к вам приезжают, вы скорая, ебать его в рот. Вы скорая. Какого хрена мне высказывают о том, что вы в следующий раз... Да я сама разберусь. Понимаете? Сама, блядь, решу, что мне и как мне делать. Это ваша, сука, работа. Так что вот такие вот дела. Я просто была в шоке, я просто была разбита. Мы вот в час уехали, ну, где-то около двух мы уехали. И вернулись в четыре часа. Вот представьте, там, буквально мочу пошла, сдала. Потом кровь у меня приняли. Причём я заходила, представьте. Бабушка там за ширмой этой спит. Никого нет, я захожу. Ну, мне сказали, в какие кабинеты заходить. И всё, как бы меня никто никуда не проводил. Я сама ходила. Я как бы... А есть кто? Да, 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 есть! Вышкребает. И вот это сонное тело мне сделало дырку в пальцы. В общем, палец до сих пор болит. Шкрябала. Причём, знаете, то есть длинные пипетки, которыми выжимают кровь. А это был просто, знаете, как стаканчик маленький, мини-стаканчик. Как, знаете, даже пробка какая-то, удлинённая немножко. И по горлышку вот эта вот пластмасска, которая... Короче, ею больно. Она мне ею вот так вот выжимала. Ой, это просто не больница, а ебучий нонсенс какой-то. И мне кажется, у меня живот просто перестал болеть, потому что я пережила просто стресс. Это знаете, как болит у тебя что-то одно, ударили, повреди что-то другое в своём теле, и тогда предыдущая боль забудется. Такое отношение, вообще безалаберная работа. К вам приходят считать вот как к бабке какой-то, как к шаману, блин, чтобы вы сделали что-то, да. Но в итоге получается, как будто я к фашистам каким-то пришла. Знаете, хотелось этому врачу сказать, не дай бог, чтобы у вас с детьми такое случилось, или с любимыми людьми, кого вы любите. Не дай бог, чтобы с вами такое произошло, и вот так вот вы действительно попали в такую ситуацию. Но не произойдёт же, я понимаю, потому что он работает там, у него шито-крыто, его примут без очередей. Ему сделают всё, что нужно, понимаете? Вот как у нас всё работает. Если у тебя есть знакомые, тётечки, дядечки, то тебя без проблем принимают. А если у тебя никого нет, то к тебе вот такое вот отношение. Похабное, по-хабное, непотребное, я считаю. Когда мне говорят, ну а что вы хотели? У вас же гастрит. Да серьёзно? Я вот, блядь, не знала. Серьёзно? У меня гастрит? Да вы что? И как бы что это значит? Что вы хотели? Что вы хотели? Что лечение хотели? Блядь, ты идиот, что ли? Где ты работаешь? Подзабыл, что ли? Я вот просто, я не знаю. Да, многие могут сказать, что а чё ж ты так не ерепенилась там? Я не ерепенилась и нормально ставила людей на место. Я отвечала как бы на такую грубость. Именно не грубостью, а тактично отвечала. Но по факту, знаете, у меня, я заметила, в критических ситуациях почему-то вот холодно работает мозг. И я знаю, что ответить. Я знаю, как ответить. Не во всех, конечно, случаях, но вот в этом случае, когда мне даже хреново было. Потому что какого хрена? Я молчала до поры до времени. Как вы себя ведёте? Я не к вам домой пришла, не с ноги дверь открыла и не у вас крова попросила. Вы здесь работаете. Все, кто там работает в больницах, считают, что это их дом, это их территория. Да, так и есть отчасти. Но это и наша территория. Мы туда к вам приходим очень часто. И этого не избежать. Понимаете, меня бесят те врачи, которые говорят, не ставьте себе диагнозы, вот, вот это вот, самолечение начинается. Вот так вот после этого и потом и начинаются проблемы. Надо сразу к врачу. Зато вот, когда ты сразу к врачу, тебе говорят, по пустякам не нужно нас беспокоить. Так, извините меня, как нам тогда? Как нам тогда жить, существовать? Как нам тогда к вам обращаться или не обращаться? Ты знаете, стой оперы, стой там, иди сюда. Блять, просто неопределенность какая-то. Мне насрать, что вы скажете. Такой мир у нас так заведено. Чего это вдруг? Все решили на это закрывать глаза, и у всех все заебись в итоге. Всем вам нравится, пожалуйста. Мне не нравится, и я впредь буду просто ставить людей на место, потому что, я считаю, не должно быть такого. Да, они там цари, они боги, это их стезя. Я не учила этого врача, как нужно лечить. Я ему не указывала, что нужно делать. Я ему объясняла все, что он спрашивал, говорила все, что он спрашивал, отказалась только от укола. Он начал орать на меня, что, типа, вы отказываетесь от укола, я вам ничем больше не могу помочь. Я говорю, а вы только укол можете сделать, да, и больше ничего. На что он мне просто, ну вы же отказались от укола. И понимаете, вот заезженная пластинка. Вот этот отказ от укола мой был просто нонсенсом. Как это так? Понимаете, система какая у них. Сделали укол, и потом они начинают говорить, езжайте домой, а потом, если что, как бы приедете к нам, если прям, ну, будет, ну, как бы плохо. Вот у них на это все рассчитано. Мы сделаем укол, вот все, что мы сделали. С нас взятки гладки, как бы. Че уж тут. Я, в общем, я все-таки буду благодарна, если вы максимально распространите это видео, и чтобы больше людей узнало об этом, чтобы все знали о том, что творится в Воронеже и в воронежских больницах. Не во всех, но конкретно вот в этой третьей я была. Потом у нас переживают о том, что нация мельчает, детей не рожают. Где, куда их рожать, в этот мир, ебаный. Вот к этому отношению нет, нет, просто нет. Вы сначала приведите мир в порядок, а потом уже о рождаемости беспокойтесь. Я понимаю, почему многие женщины не хотят рожать детей. И это одна из причин, потому что у нас такой гребаный мир и такие нелюди.